Бывают моменты, когда на незнакомой улице, на незнакомом перекрестке, нужно мгновенно принять решение двигаться без остановки или останавливаться, пропускать. И вопрос простой. Что делать? Останавливаться или двигаться? И когда впоследствии прокручиваете эту ситуацию, то понимаете, что обычная ситуация, история из учебников. Но сложность заключается не в простоте задачи, а во времени, отведенном на ее решение. Секундочки. Режим онлайн. У вас нет времени для того, чтобы посидеть над картинкой в билете на экзамене в ГАИ. Все как в жизни. Попробуйте проверить себя, способны ли вы мгновенно принять решение. Итак, на первом перекрестке мы повернем направо. И потом сразу же будет тот самый перекресток, на котором вы должны быстро решить, что делать, двигаться без остановки или останавливаться. В самый последний момент я остановлю видео, для того, чтобы обсудить эту ситуацию. Маленький, отвлекающий характер. Максим Чигинцев. Красиво, не правда ли? Навернемся к нашему вопросу. Сами зарешить задачку, взятую из обычной жизни. Я не призываю вас отставить свое законное право и двигаться первым, если правило на вашей стороне. В любом случае, вы должны убедиться, что никакой дурак не несется вперед у вас. Вам нельзя рассчитывать на то, что все в округе соблюдают правила дорожного движения. Что творится на дорогах, вы и сами прекрасно видите. Знать свое право и пользоваться им – это не одно и то же. Если какой-нибудь ненормальный водитель, будучи неправым, поедет вперед у вас, пропустите, не связывайтесь. Пусть он столкнет со стенами другим, но не с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!